Прием граждан по личным вопросам председатель Пинского горисполкома и его заместители осуществляют несколько раз в месяц по предварительной записи. Практика показывает, что такая форма взаимодействия местной власти и горожан неизменно пользуется спросом. В ходе личной встречи у пинчан есть возможность задать руководству города волнующие вопросы, внести предложение по совершенствованию работы городских служб, оперативно получить компетентный комментарий. В этот день к Валерию Рябковцу записались 4 человека. Среди обратившихся Мелания Самойлович. Мелания Александровна – мать военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы. Женщина обратилась к главе города с просьбой предоставить льготу по бесплатному проезду в общественном транспорте. Согласно законодательству, обратившаяся уже имеет право на бесплатный проезд на территории Пинска. Кроме этого, данная категория граждан имеет право один раз в год получить 50-процентную скидку на проезд в междугороднем транспорте. Могила погибшего сына, по словам Мелании Александровны, находится в деревне Галева Пинского района. И просьба ее заключается в том, чтобы получить бесплатный проезд в пригородном общественном транспорте. Для рассмотрения этого вопроса навстречу пригласили представителей уполномоченных службы автобусного парка и управления по труду, занятости и социальной защите. Мелания Александровна дважды приходила в автобусный парк, один раз на прием к директору, второй раз на прием лично ко мне директора. Мелания Александровна, я разъяснил законодательство, что в соответствии с соглашением о взаимном признании льгот страны СНГ, в 1993 году приняли это соглашение, она не имеет права бесплатного проезда на пригородных маршрутах. Этот вопрос, требующий более детального рассмотрения, председатель горисполкома адресовал по компетенции и взял его решение на личный контроль. Валерий Васильевич поручил разобраться, за счет какого источника можно предоставить пенсионерке бесплатный проезд к месту захоронения и обратно. И непременно в ближайшее время этот вопрос разрешить. Здесь только моральный фактор, а финансы кто-то. Вы мне напишите цену вопроса этому. Мелания Александровна, мы это изучим. Что в Гомеле, что в Бресте, вопрос будет изучен. И именно на срок вот этого по местам захоронения, срок недели, чтобы они сделали. В Пасхе православное, чтобы вопрос был решен, Павел, Мелания Александровна, посещение кладбищ бесплатно в этом автобусе. На другой вопрос, озвученный на личном приеме, Валерий Рябковец, ознакомившись с материалами, ответил заявителям сразу. К председателю обратилась жительница дома номер 28 по улице Ленина с вопросом о капитальном ремонте. Дому уже более 100 лет и последний капитальный ремонт здесь проводили в 1984 году. С 1984 года дом продолжает падать, рушиться. Провалился в 1986 году пол на первом этаже. Там поставили какие-то деревянные подпорки. Значит, крыша постоянно протекала после этого капитального ремонта. Стены были между квартирами кирпичные, установили дранку. Потом уже, когда мы начали вешать коврики там и слышать, что происходит в соседних квартирах, мы узнали, что стены поменялись с кирпичных на дранку. Условий как таковых для проживания и разрастания семьи так и не случилось. На сегодня оценка состояния постройки показала, что на ее реконструкцию необходима неимоверно большая сумма. Поэтому по законодательству в качестве решения проблемы возможно лишь отселение владельцев квартир с предоставлением им арендного жилья, либо строительство новой квартиры на условиях кредитования. Если жильцы не согласны с предложенным решением, ремонт дома они могут осуществить лишь за свой собственный счет. В основном вопросы, которые в городе службами решаются, и ЖРЭО, и заместители, они в основном решают те вопросы, которые от них зависят. Ну а когда, вот, видели сегодня, люди говорят, а я хочу это, но извини, мы ему говорим, уважаемые, есть закон, согласно закону и поступаем. И службы, и кто занимался, они правильно поступили, что дали ответ такой, который у вас сегодня есть. Поэтому надо решать так. Многие вопросы, с которыми обращаются горожане к местной власти, требуют детального рассмотрения и направляются в компетентные службы. Впоследствии заявителю предоставляется письменный ответ. Многие из них в рамках действующего законодательства разрешаются положительно. За первый квартал этого года положительно решены более 40 обращений от граждан и юридических лиц, поступивших на рассмотрение в Пинский горисполком, в том числе из администрации президента. Уважаемые телезрители, если у вас есть свой вопрос или неразрешенная проблема, требующая внимания со стороны городской власти или компетентных служб, вы можете позвонить в редакцию нашего телеканала, и мы вместе попытаемся найти решение. Напоминаем телефоны службы информации.